Вообще, надо сказать, что я погодой никогда особенно не увлекался. Никакого бабьи лета, никаких крещенских морозов не бывает. Сегодня проснулся, и на улице отличная погода. И можно сидеть на балконе в футболке, работать не хочется совсем. Мы много думали, в какую сторону развивать сервис «Яндекс.Погода», и поняли, что на самом деле главное, что нужно людям от этого сервиса – это точный прогноз. Попробовали все накопленные данные засунуть в «Матрикс.Нед», и оказалось, что результирующий прогноз точнее, чем прогноз любого из поставщиков. И все равно, несмотря на это, мы не можем сделать абсолютно точный прогноз погоды из-за эффекта бабочки. Качественным скачком в истории «Яндекс.Погоды» стал «Ноукаст» – наша карта осадков, возможность прогнозировать дождь с точностью до минуты на два часа вперед. Это прям дико круто. Это похоже на мания. На самом деле от погоды зависит просто огромное количество человеческой деятельности. Сколько мы соберем урожая этой осенью, какое состояние дорог в Московской области. Как нам казалось, не самая полезная карта ветров. И когда мы решили от нее отказаться, нам написал человек, который оказался заедлым рыбаком. Он написал «От всех рыбаков Приморья прошу вас вернуть карту Приморья, поскольку по ней мы ориентируемся на то, кем будет улов и стоит ли вообще выходить сегодня в море». А после этого мы поняли, что погода при всем ее масштабе – сервис, с которым надо очень аккуратно обращаться. Обычный прогноз погоды – это само по себе очень сложная математическая штука. Все эти атмосферные модели основаны на уравнении Навье-Стокса. Наверное, все знание человечества о том, как процессы в атмосфере устроены, все в этих моделях собрано. Раунд. Все не любят метеорологов, а некоторые люди особенно. У нас есть пользователь, который за время существования сервиса написал нам 3000 сообщений, в каждом из которых сообщая о наших ошибках. И это наш любимый пользователь. Позавчера ночью он написал очередное письмо. Там в полтора градуса с его китайским градусником была разница на погоде. Он в очередной раз разразился по этому поводу тирадой. Ну, врачом я себя чувствую, в общем. Везде, где появляется врач, у него есть пациент. Его спрашивают, почему у меня болит, требует поставить диагноз. Меня все абсолютно спрашивают о погоде. Если бы не было погоды, нам не о чем было бы говорить. У меня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok